Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики ФИБА-группы». Сергей Борячук выпил уже из своей знаменитой кружки и готов нам рассказать всю правду о рынке. Сергей, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, коллеги! Что интересного сегодня, понедельник? Минус 3% по результатам недели, скажем так. Если это интересно, цена бодренько начала двигаться в рамках моих ожиданий, открыла позицию и не менее бодренько побежала обратно. Поэтому бывает, бывает, год начался, ну не скажу, что как-то у нашего потенциального чемпиона, мы тоже с просадки, поэтому буду бодриться, будем работать над... Ну, собственно говоря, что работает? Ну, торговый сигнал сработал, в статистику попадаем, это не восьмой убыточный подряд, ради бога, параметры системы пересчитывать не надо. Но, в принципе, в любом случае, да, и ложечка, как говорится, нашлась, а остаток остался. Поэтому, да, такая картина. А в целом, сегодняшняя неделя для меня начинается нейтрально, в том смысле, что активных сигналов нет. Есть только несколько... ну, то есть здесь один неоднозначный сигнал, я его брать не буду, буду только его наблюдать, надеюсь, он выглядит все равно, что-то интересное. А так, пока... Так, я вижу, что я отвалился. Нет, вы с нами. Да, у меня был, что-то экран померз. Соответственно, я буду... на этой неделе, возможно, появится что-то в стройке, где-то так. Ну, в общем, пробежимся, посмотрим. Ну, ничего, к сожалению, такого, что немедленно машемахать шашкой, сегодня нет. Поняли вас. Давайте тогда посмотрим, что интересного в целом, так сказать, в потенциале вы видите, и будем эти идеи иметь в виду вам слова. Раздаю... стоп, стоп, стоп. Вот, раздаю стол. Надеюсь, видно. Видим хорошо. Тогда по традиции спрячу себя. Итак, коллеги, начнем с обзора, недельного обзора евро. Евро остается под глобальным давлением. Фактически сейчас сформирован короткий сигнал на недельном кайфрэйре. В четвертом знаке расстояние до стопа получается 105 пунктов. Это потенци... на текущий момент формируется потенциал экстремума второго типа вниз. Соответственно, скорее всего, через неделю, возможно, будет сформирован короткий сигнал. Если сегодняшний... если на этой неделе мы не обновим текущий максимум, локальный максимум. Евро... Ожидаемо находится в нисходящей тенденции. Евро на текущий момент возможно будет тестировать пятую стальзящую, повторюсь, неделю и таймфрейм. Это чуточку больше месяца. И, соответственно, если произойдет тестирование, мы получим потенциал экстремума первого типа с открытием короткой позиции уже через неделю. Если же он оставит нас здесь внутри что-то вроде харами, то у нас все равно будет потенциал. То есть у нас остается перспектива короткой позиции со стопом 105 пунктов. Опять же, как обычно, я это делаю не для того, чтобы призвать восторговать на недельных таймфреймах, для того, чтобы понять, куда неделю будет стремиться цена. На текущий момент я вижу один... вернее, два сценария. Это или харами, или же тестирование пятой стальзящей. Время, как говорится, покажет. Соответственно, повторюсь, мы начинаем искать короткий сигнал, исходя из текущей картины, на open ниже минимума свечи, ниже минимума бара. Это ниже, чем 1... что там у нас лоу? 1,12,75. Ниже. На недельном таймфрейме, кто имеет перспективу установки открывающего ордера и удержания позиции 4-5 недель, да, можете обратить на это внимание. Ну, а нам, простым смертным, который торгует на дневных таймфреймах и внутри дня, можно перейти к индексу доллара и посмотреть, что у нас получается. На текущий момент, на текущий момент цена находится выше облака и, по ходу, наверное, собирается тестировать цинку у спанбэ. Однако облако уже раз, два, три, четыре, пять, пять дней, то есть неделю прошлую, говорит нам о том, что цена во флете, цена корректируется, что мы видим из самого графика цены. При этом сама цена находится между линиями Тенкан и линией Тиджун. Что это нам дает? Тестирование СНКУ спанбэ и формирование потенциала экстремума первого типа вроде бы как открывает потенциал торгов в длинную сторону, да, несмотря на то, что сейчас у нас коррекция. Но есть такой нюанс, да, целесообразно открывать длинную позицию только в том случае, если мы находимся над линией Тенкан, это краткосрочная трендовая линия, или же если мы находимся между линиями и есть потенциал работы, то открываться до ближайшего уровня поддержки сопротивления, в данном случае это та же самая линия Тенкан, или если глянуть на историю, то это площадочки, площадочки облака или петли впадины линии Ченкова, да, то есть, но на текущий момент у нас вот ближайшая линия, это вот она, уровень этой площадочка, нарисованная линией Тенкан, совпадающая из СНКУ спанбэ. То есть, в принципе, можно попытаться поработать на вот этом вот потенциале экстремума, на отбое от СНКУ спанбэ, установка открывающего ордера выше максимума, с фиксацией прибыли у вот в этого сопротивления, и со стопом ниже минимума сегодняшнего дня или ниже СНКУ спанбэ, что более логично. Вообще, конечно, шикарно было бы ставить стоп не только, в данном случае, не только ниже СНКУ спанбэ, но и ниже линии Кичун, но в таком случае сам смысл от позиции теряется. Почему? Поскольку у нас до тейка будет где-то порядка 270 пунктов, а стоп порядка 300, то размахиваться соотношением кайпровых стоп-лоссов меньше единиц, ну, это не целесообразно. Поэтому или же мы ставим ниже СНКУ спанбэ, или ниже минимума сегодняшнего дня, или просто сидим на заборе, понимая, что, скорее всего, исходя из ожиданий, цена может устремиться вверх, а если она устремится вверх, то по евро-доллару мы можем ожидать движения вниз. Кстати, картинка здесь подобная, но мы ее рассмотрим чуть, ну, в следующей. Следующий. А сейчас глянем на индекс доллара 4 часа. Хочу обратить ваше внимание, что до американской сети данный инструмент маловолатильный, соответственно, я не знаю, стоит ли с ним работать или нет, это вам принимать решение. Однако на текущий момент цена находится между 200 и 5 скользящей средней, сформирован длинный сигнал, который противоречит короткой скользящей средней, поэтому просто сидим на заборе, сидим на заборе до того момента, пока цена не выйдет выше 5 скользящей, или не опустится ниже 200, а одновременно будучи ниже 5. Поэтому на текущий момент до американской сессии я не вижу перспективы работы с этим инструментом утреннее. Евро-доллар. Итак, как я уже говорил, евро-доллар постепенно здесь у нас укрепляется, есть некое, на текущий момент некое сопротивление, которое тестируется, это 1,1350. Сейчас происходит тестирование и максимум, минимум выше предыдущего, цена под облаком, Чинково под ценой. Все говорит о том, что нас давит вниз, однако ситуация та же. Цена между линией Кичун и линией ТНК, соотношение до 24 пункта против 44, то есть 2 к 1, 0,5, вернее, 5 против 100-плост, что не делает нас, что не делает нам интересным для открытия позиций. Сейчас я включу беззвучный режим, а то что-то забылся. Так, идем дальше, друзья мои. Внутри дня евро на текущий момент времени находится между 200-й и 5-й, сформировал потенциал экстремума первого типа для открытия короткой сделки. При том, что интересно, посмотрите, отношение, если мы говорим о прорыве, 5-й скользящий к стопу или еще лучше к 200-й скользящий, это 30 пунктов. Соответственно, ближайшая поддержка от открытия позиций, вот она, это всего-навсего 17, но это явно расторговочный диапазон. А в дальнейшем у нас есть длинная, то есть перспектива один к одному к предыдущей поддержке, да, а дальше вообще пошли вкусняшки. Тут у нас есть куда стремиться. К чему я веду, да, что целесообразно рассмотреть возможность по закрытию текущей свечи, а попытки торговать вниз. Ликвидность в европейскую сессию через, сколько там заканчивается, закрывается текущая свеча, у нас она в 8, в 12, да, сейчас у нас 11, через полтора часа у нас фактически здесь формируется неплохой потенциал для открытия короткой сделки. Обратите на это внимание, посмотрите, подумайте. В то же время, если цена начнет укрепляться против 200, у нас нет перспектив для торгов, до тех пор, пока здесь дисформируется тест, и 5-я скользящая не поднимется выше 200-й скользящей. Так, фунт. Фунт на текущий момент демонстрирует следующую динамику. Находясь над облаком, он оттестировал 200, он оттестировал линию ТИДЖУ, да, и сформировал в ночь с пятницы, ну, по закрытию прошлой торговой сессии, то есть пятничной, сформировал потенциал экстремума первого типа для открытия длинной позиции. На текущий момент потенциал фактически уже превратился в сам экстремум первого типа, да, и торговать его уже просто поздно. Можно, потенциал я имею в виду, можно рассматривать открытие позиции по закрытию сегодняшней свечи на самом экстремуме, или же на прорыве максимума рынка. К минусам. К минусам. Мы находимся в афлете, который достаточно может быстро превратиться в движение ценовое, но соотношение стоп-155 до ближайшей поддержки, до локального максимума рынка 100 пунктов, да, ну, не очень удобно и хорошее для работы. Кроме того, да, если глянуть немножко на историю, посмотрите, у нас здесь есть несколько пиктов, которые на самом деле создают здесь спектр сопротивления. Поэтому я не уверен, что есть смысл пытаться отрабатывать классическое соотношение 100-плоскый профиль. А значит, как я сегодня говорил, у нас нет возможности сейчас работать по данному инструменту, просто наблюдаем за рынком. На четырех часах, тут, наверное, надо было немножечко уже и почистить количество поддержек сопротивлений, но что видно здесь, да? Цена находится над 5-й на 200-й, 5-й на 200-й, произошел прорыв, торгового сигнала нет, то есть цена скорее делится вверх и вниз, но торгового сигнала нет, британский фунт наблюдаем, сегодня так точно. Так, канадский доллар, посмотрите, канадский доллар начал движение вниз, что показывает облако, расширяющееся. Цена находится под облаком и, в принципе, пытается пробить 200-ю скользящую. При этом линия Тенкан стремится к линии Киджун. И если такая динамика пробиться дальше, сегодня у нас в конце дня будет сформирован, ну не сегодня в конце, да скорее завтра в конце дня будет сформирован мертвый крест у основания как сильный сигнал для продолжения. Соответственно, как я понимаю, что у нас получится некое движение вниз, потом тест 200-й или тест что-то там еще, не знаю, может быть, добежит до Киджун, но это маловероятно, скорее всего, все же будет тест, после чего можно рассматривать, искать короткие сигналы. Это то, о чем я говорил, что там во вторник-среду, возможно, появится короткий сигнал интересный, да, то есть вот обратите на него внимание. Не забываем о том, что цена взаимодействует достаточно хорошо и с 200-й, поэтому пробой, фиксация с этой стороны, тестирование снизу, есть хороший момент для попытки пойти в сделку, канадский доллар целесообразно оставить в запаснике для работы на дневном таймфрейме. Четырехчасовый таймфрейм, цена находится ниже 5-й, ниже 200-й, 5-й, ниже 200-й, и по закрытию прошлой свечи был короткий сигнал. На текущий момент у нас короткого сигнала нет, кто торгует канадский доллар внутри дня в европейскую сессию особенно, а сейчас как раз можно попробовать открыться по рынку с установкой ордера выше максимума, это у нас 20 пунктов, ну, если глянуть, то копию спиктивы движения вниз, у нас 27 пунктов, и потом уже существенный обвал цены, то есть вторая и третья цель, это уже вообще вкусняшки и интересняшки. Да, обратите внимание, канадский доллар, повторюсь, ровно по закрытию прошлой свечи сформировался потенциал, сейчас формируется экстремум первого типа. Если вы не торгуете по рынку, можно подождаться закрытия текущей свечи, установить орден ниже локального минимума, и попробовать поработать не по потенциалу, а по самому экстрему. В таком случае скорпост будет, конечно, немножечко больше, это 26 пунктов, против, тут у нас будет 19, это мало интереса, это дальше 33 и 52. Здесь начнем работать. Обратите внимание, на 3 дня канадский доллар достаточно перспективен для работы на понижение. Да, друзья мои. Следующий инструмент – это австралиец. Следующий после австралиица будет новоизландец. Там ситуация похожа, но чуточку интереснее. Посмотрите, у нас здесь есть, да я не знаю, это даже и не харами, конечно, но есть некая разворотная, слабая разворотная консолидация. Вторая свеча формируется внутри вот такого вот большого размаха. Облако расширяется, облако расширяется, что говорит о том, что скорее всего, с точки зрения Ишимоку мы начали, мы начали восхождение. Мы начали восхождение. Вот. Но впереди у нас 200. Поэтому что здесь можно говорить? Да ничего, наблюдая за активом, торгового сигнала на текущий момент нет. На 4-х часах у нас цена тестирована в 200-ю, цена находится на 5-й. Можно ждать прорыва в 200-ю, тест в 200-ю сверху вниз. В это время 5-й остальящий переходит за 200-ю и ищем длинный сигнал. Вполне может быть, что цена оттестирует 200-ю, отскочит ее, пробьет 5-ю, и тогда будем ждать тестирования 5-й снизу вверх и торгуем вниз. В таком случае мы ограничиваемся ближайшей поддержкой. Вот. Как-то так. Вот новозеландский доллар. Здесь картинка следующего характера. Посмотрите, облако расширяется. Цена от прилази с гэпом. Сформирован потенциал экстремума первого типа. Цена выше 200-й, выше и джунь, выше тенкан. Дальше. Чинкоу над графиком цены. То есть новозеландский доллар все весело подсаживает вверх, говорит о том, что вполне может быть, мы будем работать вверх. У шагов холодной воды, да, вот такого оптимизма, есть сама свеча, которая сформировала торговый сигнал. Это 105 пунктов. Стоп, порядка 105 пунктов, да. С перспективой 86 пунктов. Ну, может быть, здесь там 114 пунктов. А объективно говоря, уже у нас здесь идет формирование самого экстремума. То соотношение тейк-профит-такс-поплоса, даже если мы будем пытаться на прорыве максимума рынка работать, совсем невкусно. Поэтому, несмотря на очень красивую картинку, на очень красивую картинку, у нас с вами, да, если посмотреть даже на предыдущие максимумы и минимумы, нет где ожидать хороший тейк относительно стопа. Новозеландец, пока наблюдаем. Может быть, у нас формируется здесь крест, золотой крест на вершине рынка, сильный сигнал продолжения. За это время цена себя как-то покажет, и мы сможем найти на этой неделе длинный торговый сигнал. Посмотрим. На четырех часах у нас сейчас формируется уже вторая свеча в рамках размаха. И на текущий момент торгового сигнала нет, хотя цена выше пятой, выше двухсотой, пятая выше двухсотой и так дальше. То есть что это нам говорит? Мы просто наблюдаем, возможно, цена достигнет своего максимума и начнет тестирование, сформирует потенциал экстрема, и можно будет повод работать вверх. Не знаем. В любом случае, пока наблюдаем, при дне к их пустости на дневном таймфрейме, на дневном таймфрейме, новозеландец, как и австралиец, желает нам с вами лучшего поиска торговых сигналов. Йена, дневной таймфрейм, цена вошла, я такие ситуации называю залипанием, да, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сигналов, семь сигналов очень с малым размахом, при этом облако расширяется. Мы подошли к двухсотой стоящей, сверху, да, снизу у нас есть некая спектр поддержек, и впереди облако и сынковый спонбе. Другими словами, пока мы не уйдем инструментом ниже облака, не пробьем сынковый спонбе, говорить о коротких позициях не приходится. А дальше, пока мы не выйдем выше двухсотой, говорить о длинных позициях не приходится, поскольку у нас впереди 20-30 пунктов, а стоп 39 пунктов. Поэтому на йене сидим на заборе. Однозначно. Внутри дня цена находится между двухсотой и пятой. И тоже вот у нас здесь есть некая консолидация. Казалось бы, взгляд, это что-то в виде треугольника, но нет, мы ушли ниже него. Видите, у нас вот здесь вот был вот такой вот треугольник. Сейчас мы за него выскочили. Треугольник был пробит, пробит, как правильно, далеко за 75-80% от формирования. Вот от точки 1 до апекса, да, кто помнит классику. Соответственно, мы рассматриваем, скорее всего, коридор, коридор движения. Прорыв коридора вверх ограничивает максимум рынка, прорыв коридора вниз ограничивает поддержка или следующая, ну, линия поддержки или следующая поддержка, уровень поддержки. Соответственно, да, здесь торговать просто физически нечем. Так. Австралийский, Новозеландский спрос. Цена на текущий момент у нас тестирует облако, тестирует облако. Торгового сигнала, как такового, здесь нет. Но у нас здесь цена ниже облака, ченкову ниже цены. И у нас фактически, если увеличить, хорошо видно, пора длинить, да? А, нет, извините, я не взял внимания, ки-джун не на своем месте. То есть мы можем пытаться торговать отбой от облака. Но что нас может сдерживать, да? Облако то у нас вроде как флетовое, но красное, да? То есть вот этот вот диапазон, вот этот вот диапазон, с точки зрения облака, мы имеем флет, мы имеем коррекцию и нет перспектив для ценового движения вниз. Что это нам, о чем это нам говорит, да, друзья? Скорее всего, завтра сформируется еще одна свеча, которая будет тестировать облако, и на ней мы можем попытаться, попытаться, значит, торговать вниз, но какой-то очень маленькой частью, да? Почему? Чтобы войти в позицию в самой удобной точке. А в дальнейшем просто наращивать позицию при движении вниз. Может случиться так, что цена будет скользить вдоль облака, поскольку, ну, пока еще флетовая часть, да, вот такое вот скольжание, как здесь, например, было, любит она такое делать, да, цена по данному активу Австралийсного Зеландия, если нет никаких сильных движений по одному из этих активов, у нас нет сильных движений по этому красоту. Поэтому я не знаю, стоит ли его торговать, лично я его торговать не буду. На четырех часах цена, сейчас формирует короткий сигнал, цена находится ниже пятой, ниже двухсотой и формирует короткий сигнал по закрытию текущей снижки. Соответственно, да, поскольку до закрытии еще чуть меньше полутора часа, говорить о том, что у нас 100 будет 11 пунктов в четвертом знаке, против там 16 и с перспективой 30-40 пунктов, еще говорить рано, потому что неизвестно, где будет максимум, но кто готов работать с австралийцем, новозеландцем, с одним госом внутри дня, прикидывание, сейчас до конца текущего таймфрейма формируется короткий сигнал. Мексиканский песок тестирует поддержку сейчас, облако, цена под облаком, но облако сокращается, мы уже дважды вот за последнее время за две недели тестировали двухсотую, поэтому на самом деле работая с этим инструментом, а, да, и линия Чинкова выше графика цены, то есть цены скорее нейтральные, чем направленные вниз, скажем так, да, но поскольку, повторюсь, цена ниже двухсотой, мы тестируем Киджун, можно рассматривать возможность открытия короткой позиции, если будет потенциал экстрема первого, второго типа, который тестирует или поддержку, или линию Киджун. Так я очень яркого, хорошего сигнала не вижу. На четырех часах цена тестирует поддержку, цена находится ниже, пятой ниже, двухсотой, соответственно, если мы увидим здесь фиксацию цены ниже поддержки, если мы здесь увидим дальнейший тест поддержки снизу вверх, то можно искать короткий сигнал, то есть это через пять, девять часов, возможно сформируется короткий сигнал, если мы говорим о четырех часовом таймфрейме. Фунт иена. Фунт иена последнюю неделю, вернее раз, два, три, четыре, четыре дня тестирует прилипание к двухсотой спащей, при растущем облаке. С формальной точки зрения здесь был, подвижалась прямо первого типа, это длинный сигнал, а пора длиннее. Видите, да, облако, Тенкан, Киджун, извините, Киджун, Тенкан и Чинкову сверху. Да, соответственно, пора длинней, но на текущий момент я считаю, что тебе заобранно дождаться фиксации цены на двухсотой, и после этого начинать рассматривать возможность торги в длинную сторону, поскольку вот этот вот, посмотрите, рост раз, два, три, четыре, последние четыре, четыре, четверо суток, да, на облаке интенсивный рост заключается в торговле внутри коридора. Давайте подождем, что будет с двухсотой. Возможно, цена здесь постучится и уйдет ниже облака. Нет, прорвет, тестирует и будем работать вверх. На четырех часах данный актив демонстрирует пианино. У нас есть два уровня, возможно, их необходимо немножко скорректировать, смотрите, как вы учитываете все эти вещи. Соответственно, ждем тестирования пятой скользящей, от нее можно будет пытаться работать вверх. Ну, с учетом вот этой вот пианинки я бы все-таки поберегся. Как я говорил на вступительном слове, все-таки сегодня скорее сигналы, которые целесообразно наблюдать и формировать торговые решения в авторе. Рубль продолжает нас красиво показывать тени. Обратите внимание, явное превалирование верхних теней над нижними тенями, однако мы сидим в диапазоне. Мы сидим в диапазоне. Облако сейчас начало расширяться, но мы тестируем двухсот. Вот такая вот петрушка. Поэтому рубль просто сидим наблюдаем на заболе. На четырех часах четко видно вот эти всплески. Цена сейчас находится ниже двухсот и ниже пятой. торгового сигнала нет. Просто можно понаблюдать. Нефть пробила облако и пока еще не сформировала торговый сигнал. У нас здесь сформировался как его правильно назвать я даже не знаю. Это не крест. Скажем так, было техническое слияние линий, которые сейчас разбежались. На последних растущих свечах облако растет, восходящее растет и расширяется. Впереди у нас двухсотая эскавзящая. Не вижу перспективы по и шуму поторговать до тех пор, пока мы не окажемся над двухсотой. Поскольку, как вы знаете, как вы видите, нефть достаточно на все инструменты достаточно чувствительны двухсотой, от них отскакивают или пробивают, после чего мы наблюдаем сильное движение, особенно по низке. Это трендовый достаточно инструмент на дневном на ифляме, поэтому все-таки нам собрало дождаться двухсотой, здесь фиксации и ухода наверх, или вниз, что скорее всего произойдет после теста двухсотой, после чего цена будет идти вниз, но до этого времени у нас еще много, и мы с вами еще встретимся и обсудим этот вариант, поэтому на дневном таймфрейме с моей точки зрения по индикатору и шуму целесообразно посидеть на заводе. 4 часа, есть некий диапазон, вот он, мы его видим, в котором торгуется нефть, прорыв выше этого диапазона открывает возможность торговать вверх, здесь у нас посмотрите, какое интересное, насколько интересное пустое место есть, то есть внутри дня можно попытаться поработать, а если у нас цена окажется ниже двухсотой, расстояние от цены до нефти, до двухсотой, извините, порядка четырехсот пунктов, и здесь можно потом посмотреть на предмет, попробовать поработать с головой плечами, как-то его поискать, эту голову с плечами, да, в горизонтальной, в общем, здесь есть некая разворотная консолидация, с которой можно будет поработать вниз при прорыве основания фигуры, вот сюда вот можно будет поработать, да, у нас есть спектр целей первая, вторая, и здесь можно будет порезниться, кто хочет агрессию, пожалуйста, вот вам агрессивный вход, вот есть некий уровень, что-то я здесь не попотяну, бывает, вот, ну, это еще, это, конечно, я так не люблю, но, в принципе, где-то вот как-то так, да, можно попытаться на прорыве, на тесте пятой снизу вверх, войти в позицию, захватить и плечо, и потенциал движения, поэтому, кто готов поработать по нефти сегодня, завтра, вот, обратите внимание, да, вход вниз, начало коррекционного движения, или прорыв максимума и движение вверх, здесь будет все интересно, есть куда двигаться, но, повторюсь, друзья мои, это 4-6 таймфрейм, поэтому, это вопрос, скорее всего, или сегодняшнего вечера, или же, или же уже завтрашнего дня, не забываем это делать, так, идем дальше, золото, золото продолжает двигаться в канале, сейчас оно торгуется в районе 50% ширины канала, и торгового сигнала нет, здесь у нас есть что-то вроде харами, харами торгуется на прорыве максимума вверх, да, и на здесь торговать нечего, поэтому золото на дневном таймфрейме наблюдаем, 4 часа, цена над 5, на 200, на 200, и формируется потенциал экстрема первого типа, через час уже фактически, да, и 8 минут у нас формируется длинный сигнал, можно пытаться войти на прорыве максимума текущей свечи с установкой стопа ниже минимума, сейчас я не могу сказать, поскольку цена интенсивно двигается вниз, но по закрытию свечи, да, 100 будет чуточку ниже минимума данной свечи, поэтому нефть, ой, извините, золото, достаточно интересная для принятия длинного торгового решения, а у нас есть достаточно слабенький флипкий уровень, вот он, он есть, но он флипкий, то есть, да, раньше цена его не замечала, прорыв его и тестирование позволит нам добавить позицию, но самое вкусное соотношение, да, это у нас 32 пункта против 150 где-то пунктов, есть, о чем подумать, есть за что побороться, да, обратите внимание, золото внутри дня, достаточно интересно по окончании текущего таймфрейма, так, друзья мои, серебро, дневной таймфрейм один в один, мы находимся, здесь есть потенциальная стрема вниз, растущее облако, в последнее время флэт, то есть, вот эти вот несколько свечей, это флэт, цена находится над облаком и мы видим пара длинней, Ченкову над ценой, но над 200, то есть, все говорит о том, что золото скорее будет укрепляться, но торгового сигнала в длинную сторону на текущий момент нет, соответственно, сегодня его не будет, возможно, он будет формироваться завтра или послезавтра на отборе от Тенкар или Киджун, серебро берем наблюдение, картинка как с золотом, цена над 200, над 5, 5, над 200, сформировался по экстремуму, соответственно, да, у нас открывающий ордер над максимуму, стоп ниже текущей свечи, соотношение 7 к 20 пунктам, 3 к 1, достаточно интересный момент, обратите на это внимание, напоминаю, золото здесь у меня во втором знаке, очень вкусное соотношение для работы, обратите на него внимание, золото и серебро достаточно интересны для работы внутри дня, оба на укреплении. Дальше, два индекса, два индекса у нас с вами осталось, это S&P 500 и Nikkei 225. На текущий момент у нас активный рост, посмотрите, это показывает облако и сам график цены, мы находимся в фазе парада линий, открылись с гэпом, а мы находимся на 200-ой, Черепову над графиком цены, то есть все говорит о том, что мы будем расти, но обратите внимание, вот есть уровень, цена его уже дважды достигала и под облаком, и над облаком, до этого вот, и в облаке, то есть как сопротивление этот уровень сильный, и как поддержка, он достаточно сильный, поэтому на текущий момент торговать я не вижу, что, кроме того, у нас здесь похоже формируется брошенный младенец, соответственно, давайте посидим на заводе, внутри дня, внутри дня, конечно, все немножечко лучше, цена над 5-ой, на 200-ой, 5-ой, на 200-ой, есть некий торговый коридорчик, соответственно, есть перспективы роста, а можно попробовать здесь у нас был прорыв, да, здесь у нас был прорыв, но у нас здесь нет торгового сигнала, поэтому можно попытаться, например, поработать на прорыве максимума, тогда у нас 960 пунктов со стопом 500, здесь можно попытаться что-то забрать, что-то забрать, опять же, ликвидность рынка сейчас узкая, низкая, и что произойдет в американскую сессию, будем смотреть, да, друзья мои, давайте, наверное, все-таки СНП не трогаем. Так, Никей тестирует 200-ю, изменение цвета облака произошло недавно, Тенкан интенсивно растет, было техническое касание, которое превратилось в торговый сигнал, но не в сигнал, а в сигнал направления, но торговый сигнал не сформировался, не раз. Расширение облака говорит о том, что мы скорее всего продолжим, продолжим, но на вершине рынка слабая разворотная конфигурация, называется повешенный, на вершине рынка, да, и переди 200-я. Давайте посидим на заборе. Ну и давайте глянем, так уж и быть, на виток часовой таймфрейм. У нас здесь есть некая консолидация, друзья мои, тестирование 200-й, 200-й, скользящий снизу вверх, нисходящий, извините, восходящий треугольник на вершине рынка. Можно пытаться открыться выше максимума, потому что у нас будет закрываться гэп, движение цена в другую сторону, или же, посмотрите, у нас здесь сформируется потенциал экстремума первого типа, если будет удар в сотую, и тогда мы ставим открывающий орган ниже вот этой вот поддержки. Умозаключение чисто теоретически, исходя из категорического анализа, положительного опыта по работе с данным инструментом у меня очень мало, больше отрицательных. Ну, по большому счету, на сегодняшний день у меня все, что-то особенного еще сказать, тут та же самая картинка, не так ли одна видна, но очень в принципе у меня все, друзья мои. Поняли вас, спасибо, Сергей, большое вам за ваш обзор, будем надеяться, что неделя впереди даст нам больше поводов для оптимизма, вам хорошего. Заметки, замочки есть, конечно, есть над чем работать, главное наблюдать за рынком, тем более, что я так понимаю, далеко не все трогие пищемов. Да, да, все правильно. Спасибо большое вам, Сергей, за ваш обзор, хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь, спасибо, коллеги, вам профитер, это самое главное, удачи на рынке, пока-пока. Спасибо, всего доброго. Игорь Негода, Игорь Негода, Игорь Негода,